По-прежнему Левитам 1 глава 1 стих. Итак, что мы можем сказать? На самом деле, к тому времени, когда Маше получает этот призыв, и когда Всевышний обращается к нему, понятие жертвы было чем-то новым для евреев. Не было. Но здесь мы получаем целый свод правил о том, какая должна быть жертва, где ее надо было приносить, и что надо было с ней делать. Здесь мы получаем некое цельное учение о том, как это должно все происходить. Понятно, да? И здесь получается такая очень маленькая деталь. И важно, что это было дано для народа Израильного. Не пожелание народа Израиля, а это то, что дал Всевышний и сказал, как им нужно делать. Ясно, да? Итак, здесь Всевышний дает правило, которым должен следовать человек, который желает приближаться к нему. Итак, говори к сынам Израилевым и скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то есть скота из крупного или мелкого скота, принесите жертву вашу. Или другой перевод. Обратись к сынам Израилевым и скажи им, когда кто-нибудь из вас захочет принести жертву Богу, скота крупного или мелкого, принесите. Или другой перевод. Кто из вас принести пожелает жертву, принесите. Итак, что стоит в самом начале? Кто пожелает? Здесь на первое место выходит что? Ничто не обязывало человека приносить добровольную жертву, кроме его желания. Здесь написано, кто пожелает, кто не пожелает, может этого? Очень важная мысль. Достаточно часто звучит во времена Брид Хадаша, когда мы слышим, слушайте, вы должны. Вам говорят иногда, что вы что-то должны. А ну человек-то даже говорит, подожди, я никому ничего не должен. И тут надо понимать, что мы будем говорить о других вещах, о других вещах, где Бог не спрашивает вашего желания, говорит, вы должны. Вот, к примеру, о жертве за грех не сказано. Ну что, если вы захочете именно, то можете. А ну, если не захочете, ну, можете и не принесли. Когда мы будем рассуждать о жертве за грех, то там написано, ну, должен. Извините. Ну, если не хочешь, можешь умереть. То есть, там тоже свободный выбор, в общем-то. То есть, если не хочешь, можешь умереть. Выбрать ты всегда, конечно, можешь, но если хочешь жить, то должен. То здесь, ну, единственное, что побуждало человека делать эту жертву, это что? Его желание. Понятно, да? И здесь очень важный момент. Бог говорит, если кто захочет, что может сделать? Он может принести. Он может принести. Если кто-то захочет, он может. И здесь это слово, оно является ключевым. Бог открывает возможность. Бог дарует возможность человеку это сделать. И правильное понимание, это осознать радость возможности. Радость возможности принести Всевышнему. Мы очень часто сосредотачиваемся на обязанности принести. И когда мы начинаем, ну, спорить, должны мы принести, не должны мы принести, а мы живем во время Нового Завета, поэтому никому ничего не должны, поэтому только доброохотно дающего любит Бог. А если у меня нету этого желания, значит, я могу и не приносить. Потому что Бог же любит доброохотно дающего, а вот у меня, ну, нету доброй охоты, поэтому нести не буду. Что же, а что, а смысл нести, если он меня не любит? Так нужно. Написано, что доброохотного любит, а не доброохотного не любит, а понту тогда приносить. Ну, не понесу я. Пока он не вложит хотение и действие по своему благоволению, вот пускай ложит в мое сердце такое хотение, чтобы я был доброохотно дающим, тогда я буду знать, что это от него, и тогда я таки понесу. А пока нет, ну, на нет и суда нет. Кумы, ты борщ есть и будешь, а чему бы ни? Ну, як ни, то и ни. Итак, возможность. Первое параллельное поминание, 29 глава, 14. Ну, и там был один мужик, который, в общем-то, говорит, кто я и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать. Да, это Давид был, да. Он, кстати, понимал, что, ну, в общем-то, он что-то сделал, и заодно он решил спросить у того, кому он сделал, вообще кто я такой, и кто все эти ребята, что мы могли иметь возможность такую так жертвовать. Пожертвование, кстати, не слабо. вы никогда не задумывались о величине пожертвования Давида? Никто никогда не думал, что, в общем-то, он... А? Очень много, это сколько. Надо посчитать. Ну, опять-таки, сейчас считать не надо, открывать не надо. Я просто спрашиваю, вы когда-нибудь задумывались над тем, сколько же он таки пожертвовал? над тем, как Соломон жертвовал. Думали, да? А это кто жертвовал? Давид. А мы про кого сейчас? Хорошо, вернемся к Давиду. Тут вообще написано. Всеми силами я заготовил для дома Бога моего золото для золотых вещей и серебро для серебряных, и мед для медных, железо для железных, дерева для деревянных, камни оникса, и камни вставные, камни красивые, разноцветные, всякие дорогие камни и множество мрамора. Ну, понятно, дерево для деревянных, золото для золотых, серебро, все как бы правильно, да? И он это что уже сделал? Все? Что? Все приготовил. Он говорит, я уже приготовил. То есть, все готово. и после того, как все готово, всего хватало? По идее, как бы да, но если он заготовил, все, всеми силами я заготовил. Ну, как бы, я думаю, что если он заготовил, то уже хватало. Он же об этом думал? Ну, поэтому я думаю, что если он говорит, я заготовил, то есть, он не говорит, я заготавливаю. А? Он говорит, я уже что сделал? Заготовил. Отлично. И еще. По любви моей к дому, Бога моего, есть у меня сокровище собственное. То есть, то общественное было, а теперь у меня немного своего. И он говорит, что мной движет? Желание, любовь. Говорит, это мое желание. То есть, я-то заготовил, но у меня, говорит, еще немного осталось. У меня немного есть своего собственного. И, ну, говорит, собственность, золота и, кстати, серебро. И его, говорит, я отдаю для дома Бога моего сверх всего, что заготовил я для святого дома. Он говорит, сверх всего. 3000 талантов золота. Сколько талантов? Что такое талант? Вы мне не подскажете? Да, там порядка 27 килограмм, ну, чуть меньше 30. А это было 3000. 9 тонн золота. Ну, меньше. Меньше 9 тонн, да. Меньше 9 тонн золота. А, говорит, это, говорит, мое, ну, личное. Бедолага был, просто нищий, царь какой-то. Немного у него было, я вам скажу, собственного. И, говорит, я, кстати, решил пожертвовать. По любви, вот, ну, так, мне не жалко. И, говорит, еще немного серебра, да, золото, кстати, чистое, афирское. И, говорит, и 7000 талантов серебра. только 3000 талантов, это не 9 тонн. 3000 талантов, это надо умножить на 30. То есть, 3000, это 3 на 3, это 9, а 3 на 30, это 90, да. А 80 с чем-то тонн золота. Бедолага, вообще, был. Откуда у него столько было? О, правильно, на воевал. И, еще порядка 200 тонн золота, серебра. Говорит, пожертвовал. Вон ограбил, да. Говорит, для каждой из золотых вещей и для каждой из серебряных, ну, для всего, для стен, ну, короче, ну, чтобы там все было нормально. И, после всего этого дела, когда он вот это вот все утворил, он, кстати, спрашивает, а, говорит, не поусердствует ли еще кто-то? Еще кто-нибудь, хочешь? Он обращается к кому? К народу. Он говорит, кстати, может быть, еще кто-то хочет. Говорит, я вас же, ну, не обделю, вы тоже не можете поучаствовать. Говорит, при чем сегодня? Ну, то есть, не завтра. Да. Говорит, ну, может быть, кто-то еще. Говорит, пять тысяч талантов. Ну, то есть, нормально. И, после всего, Давид спрашивает, вообще, а кто я и все эти ребята, которые имели возможность это сделать? Он мне говорит, ну, мы дали. По-нормальному, мы нормально тут собрали. Мы просто молодцы. Бог, ты видел? Скажи спасибо. Ну, где благодарность? Мы же, ну, нормально отвалили, отвесили-то, по-взрослому. До сегодняшнего дня, я вам скажу, если бы кто-то так отвесил, многие бы испугались. Где он столько взял? Тут у страны столько нету. А у него было личное. То есть, немного личного, и тут еще, ну, некоторое количество постаралось, да? И он говорит, послушайте, ребята, кто мы, что мы имели возможность? Правильный вопрос. Кто я, а что я могу? Небольшое спасибо, и смотрите на меня все, как я именно дал. А кто я такой, что я имел возможность так жертвовать? Потому что, Давид изначально говорит, но от тебя все. От руки твоей полученной мы отдали кому? Тебе же. говорит, все, что мы имели, оно было получено от тебя, и мы захотели по любви то, что мы получили от тебя, отдать тебе. Потом, Соломон, кстати, тоже мог. Нормально. Почему? Потому что было правильное понимание. Во всяком случае, в начале пути. и это правильный подход. Возможность жертвовать сосредоточена на желании жертвовать, а не на обязанности жертвовать. и жертва, она какая? В данном случае добровольная. понятно, да? Это у нас важный момент. Жертва у нас добровольная. Следующий момент. «Кто-либо из вас...» Здесь говорится «любой из вас». То есть, не «любой вообще кто любой», а «любой из вас». «Вас». То есть, не все желающие могут жертвовать, а «любой из вас». Перечень людей, приносящих жертву, ограничен причастностью к народу. Да? В Бразилии ты считали с кем? Я бы рекомендовал вам задавать вопросы. Куда? Микрофон. А не евреи, которые вышли из Египта вместе с евреями, они входят в это число? А как вы думаете? Думаю, да, потому что, в принципе, весь народ, вышедший из Египта, заключил договор. Я тоже так думаю. А как тогда быть с дальнейшими не евреями, которые принимали веру в единого Бога? А они входили в число народа? Входили. Тогда вы ответили на свой вопрос? Или те, которые вошли позже, отличались от тех, которые вошли сразу? Как это словам? Нет? Итак, мы очевидно знаем о том, что выходили не только прямые потомки Авраама и Цеха Каякова, а все, кто хотел пойти поклониться Богу Авраама и Цеха Каякова. Мы знаем, что те люди, которые приняли завет, вступили в завет, они считались равноправными членами этого общества и закон был для них одинаков, точно такой же, как и для потомков Авраама, Ицхака и Якова. Эти люди называются герами до сегодняшнего дня на основании чего? на основании своей веры и желания служить Богу Авраама, Ицхака и Якова и самоотождествление себя с народом Авраама, Ицхака, Якова. Ключевой момент вера в Творца и отождествление себя с народом. евреи, не отождествляющие себя с Богом Авраама, Ицхака, Якова. Оставался евреем? Не, ну как бы недолго, да, его надо было просто там завести куда-нибудь за угол и камнями побить. Понятно, да? Вторая часть. Еврей, не отождествляющий себя с народом Израиля, оставался евреем. Он сам себя вычеркивал списком, он старался отмежеваться, он старался уйти. Он говорил, я не таков, не, не я, он не принимал на себя ни обязанностей, ни традиций, ни обычаи этого народа. Он переставал быть таковым по собственному желанию. Самоотождествление себя с народом это собственное желание. Отождествление себя с судьбой народа это собственное желание. И мы видим, что Машея он отождествил себя с кем? С народом. Он был еврейским мальчиком. Да, он был еврейским мальчиком. Но мама с папой сказали, слушайте, давайте его спасем. Ну, красивый пацан. Ну, я вообще, конечно, вот так вот задумывался, потому что он красивый. А все остальные, что были некрасивые? Когда родители смотрят на своих детей, я понял, что все красивые. Для них это красивое. Вот на меня родители смотрели, маленький был, он говорит, красивый. Я на своих смотрю, маленькие, вырастают не такие красивые. А когда маленькие, вот смотришь, красиво. Они смотрели на него маленького, он говорит, красивый мальчик, давайте спасем ему жизнь. Да? А добрые люди, которые вытащили его, посмотрели на мальчика, еврейский мальчик, на что они смотрели, не знают, но как-то они сразу идентифицировали и догадались, что мальчик точно еврейский. Да? Потому что красивый. Да. Красивый. И начали воспитывать интересно, как еврейского мальчика. Правда промахнулись, кормилицу взяли маму. Нашли именно кормилицу, но тут все сложилось, да? И он воспитывался как еврейский мальчик. Внешне он как рос, одевался как еврейский мальчик. Он отождествлял себя с народом. Ну где-то в глубине души разве что. где-то может быть в глубине души, но пока это не было видно всем окружающим. Но внешне он выглядел как кто? Как египтянин. До определенного момента. А потом сказал, больше не хочу быть египтянином. Отождествление с египтянином закончилось. Он начал отождествлять себя с народом израиль своим народом. Он там начал заступаться, ему стало обидно за них. Повышенное чувство справедливости у него появилось. Убил египтянина. Он уже заступался за своих, а не за египтян. Он уже был за других. Но правда те тоже ему сказали, что ты кто такой, чтобы нам рассказывать, ты наверное сейчас нас будешь убивать. Короче убежал. Но Писание нам говорит, что что-то произошло в нем и он захотел отождествить себя с народом. А мог не отождествлять легко. Были все возможности. Не отождествить себя были все возможности, но он захотел отождествить со всеми вытекающими. Оказывается, когда мы себя отождествляем со своим народом, то мы приобретаем еще все последствия этого отождествления. И вы не поверите, в истории нашего народа было масса случаев, когда мы не хотели себя отождествлять со своим народом. Это история не только Советского Союза. Хотя здесь это было все нормально, дедушка Ленин сказал, что лучший выход для евреев это ассимиляция. Просто исчезнуть, перестать существовать. Это у нас все было здесь. Это наше поколение знает. И некоторые ярко выраженные еврейские личности носят фамилию Иванов. Иван Иванович. Вот на него смотришь и все нормально. А у него еще и крест такой. Рубашка расстегнута. вы говорите шалом. Почему вы ко мне так обращаетесь? У него сверху все написано. А он удивляется. Ну это же как в том анекдоте. Знаете когда такой Иванов приходит в паспортный стол он говорит а можно я стану Ивановым? Говорит ну за деньги в общем-то можно. Ну он платит деньги ему дают паспорт Иванова он довольно счастливый уходит через неделю возвращается говорит я прошу прощения а можно фамилию поменять? На какую? Говорит ну я хотел бы стать Петровым. Говорит ну за деньги в общем-то можно. Ну он заплатил деньги ему выписали паспорт на фамилию Петрова ну и паспортист любопытный говорит я все понимаю ну все нормально просто объясните зачем фамилию одну поменяли на другую понятно говорит ну зачем вы Иванова на Петрова меняете говорит а когда меня спросят кем я был раньше все равно возникает вопрос глядя на лицо кем ты был раньше поэтому Петров скажет что он раньше был Ивановым и ему сразу поверят это то что было то что окружало нас это то с чем мы сталкиваемся и сегодня приходя в общем-то иногда в мессианские общины мы встречаем людей которые старательно ищут свои корни документов найти не могут но корни ищут и по косвенным признакам там бабушку звали Сарой или прабабушка у них было Сара ну кто-то там отчество было Израилевич у кого-то там все я еврей послушай ты еврей отождествляешь ли себя с судьбой своего народа вопрос хочешь ли ты отождествить себя не со своими родственниками а с судьбой сегодня твоего народа еврей еврей это отождествление себя с народом а не с родственниками есть некоторая разница это разделит судьбу своего народа и вы знаете ну некоторые из наших родных и близких прикладывали ну немалые старания и усилия для того чтобы ну как бы их не причисляли к этому народу и там где происходил этот процесс осознанной ассимиляции приходили такие люди как дедушка Гитлер и говорили кстати хотелось бы найти ваши корни для четвертого поколения даже если вы внешне так не выглядите хотелось бы найти ваш корешок ничего ли вы не забыли о своих родных это сейчас понимаете считается ну какой-то особый шик стать евреем а ну были времена когда не очень хотелось и было времена когда ну корешки прятали так что теперь мы их найти не можем а были люди которые умели искать и быстро находили послушайте отождествление добровольное со своим народом делает нас частью этого народа проблема заключается в том что как это ни странно материалистическое общество было направлено на личность еще раз материалистическое общество направляло все на личность чтобы личность чувствовала себя хорошо и культивировала в нас эгоцентризм до сегодняшнего дня как это не печально часть христианского сообщества является эгоцентричной я странно вещаю да нормально да вы столкнулись теории преуспевания а преуспевать кто должен был человек я что-то не видел преуспевающих церквей и там все было направлено на преуспевание личности это язычество наши молитвы звучат Амину Малкейну отец наш не отец мой не пожалуйста ну если можно для меня любимого возьмите седур и почитайте все молитвы направлены на благополучие и благоденствие кого меня или народа народа это называется народное самосознание самоидентификация и самоотождествление все надо сделать самому разницу чувствуете самостоятельно самостоятельно идентифицировать себя с своим народом и если этого не происходило этот человек сам переставал быть частью своего народа это семейные вещи вы знаете есть люди которые хотят быть частью семьи которые гордятся что они принадлежат какой-то семье они говорят я ношу фамилию вот такую вот это мой отец это моя семья а есть люди которые уходили из своих семей меняли свои фамилии и не хотели вспоминать о своих родных и они переставали быть частью этой семьи и это важный момент и здесь говорится если кто-либо из вас из тех людей которые отождествили себя с народом божиим из тех людей которые пошли поклониться богу авраам и цхака и яков из этих людей может принести а из других извините нет говорит если кто-либо из вас из тех кто ваши кто-либо из моего народа и самый простой путь евро твой бог будет моим богом твой народ будет моим народом когда я прихожу в различные собрания я спрошу скажите пожалуйста кто из вас кто из вас ну еврей я спрошу кто из вас еврей поднимите руки раз два три четыре пять шесть да да я это одно из различных собраний да даже если вы не согласны что тут сделать с этим с этим уже ничего не понятно понятно да я я я когда спрашиваю я рассказываю историю для того чтобы все остальные расслабились что отождествляю но руку не подняли хорошо различные собрания я присутствовал в одном таком различном собрании в городе Донецком мы приглашали людей с определенными фамилиями именами отчествами на улице мы приглашали людей еще с определенной внешностью на еврейский праздник Пурим ну это тогда люди спрашивали что вы ко мне обратились что именно ко мне кому-то другому нельзя было ну понятно да и тогда Адриан ну вот в зале спросил кто здесь евреи поднимите руку он еще одна бабушка все остальные смотрели чем это все закончится да он говорит ну знаете когда нас собирали вместе и присели признаться как правило заканчивалось все очень плохо да но вопрос если мы любим Бога Авраама и Схака и Акова отождествляем себя с народом то кто мы после этого евреи а вы руку ничего не подняли да в христианских собраниях после этого простого объяснения большинство людей действительно достаточно легко и быстро поднимают руку но потом мне всегда хочется узнать а в чем выражается ваше отождествление то есть в чем я же не зря сказал что когда Маше отождествил себя с евреями в его жизни что-то резко поменялось но это до того это все до того ему пришлось убежать ему пришлось еще что-то делать ему пришлось еще что-то делать ему пришлось что-то еще делать что-то начало происходить в его жизни и когда мы говорим, послушайте, я отождествляю себя с этим народом, то в моей жизни должно что-то измениться. Моя жизнь поменялась. Это, как это ни странно звучит, на определенного этапа моей жизни я знал, в общем-то, так случилось, что я вырос в семье диссидента, мой папа был таким, и я знал о том, что какая моя национальность. И, как это ни странно, я не отождествлял себя с евреем. Для меня всегда была загадка, почему люди после короткого общения со мной знают мою национальность. Откуда? Я натуральный, для меня было удивительно, откуда, как они идентифицируют меня. Я же не говорю, что вы знаете, я еврей. Не, я даже свою фамилию им не говорил, они уже говорили, кто я. Откуда? То есть, откуда они знают? Для меня это была загадка. И я не идентифицировал себя со своим народом. Я не идентифицировал себя ни с еврейской жизнью, ни с еврейской и еврейской культурой. Я родился в нерелигиозной семье. Ничего такого не было. Я покаялся в нормальной, здоровой церкви. Послушайте, это нормальная, здоровая церковь до сегодняшнего дня. Слава Богу, этот пастырь является моим духовным отцом. И когда я переходил в еврейскую мессианскую общину, я пришел к нему и сказал, послушай, пастырь, у меня будет теперь другой пастырь. У меня другой пастырь. Но отец у меня тот же самый. Со сменой пастырьства отцовство не поменялось. Этот человек для меня является моим духовным отцом. И до сегодняшнего дня я поддерживаю с ним отношения. Это пастырь, мой пастырь. Это нормальная, здоровая церковь. Правда, ведет она себя как нездоровая. Собрание они проводят по субботам. Ужас. Не по воскресеньям. Но опять, это не из-за особых каких-то убеждений. Просто аренду было проще в субботу найти, чем в воскресенье. И поэтому они собираются по субботам. В общем-то, этот пастырь несет служение покаяния евреям. Имеет большую часть в этом деле. Хорошая, но хорошая церковь. И я никогда как бы не чувствовал себя ущербным из-за того, что я еврей. Я никогда не искал своего еврейства. У меня не было этих проблем. Все было нормально. Я родился в нормальной христианской церкви. И никаких проблем я не испытывал. Но после определенного периода в моей жизни что-то во мне случилось, и я сказал, слушайте, по-моему, я еврей. Где-то я начал себя ощущать частью еврейства. И начался вопрос моей самоидентификации. Ну, то есть, ну, что я за личность? Какой частью я еврей? В чем это? Не надо биться лбом об стол. В чем это выражается? Как я себя идентифицирую с моим обществом еврейским? В чем я еврей? И это вопрос для многих евреев. Но этот вопрос и для многих христиан, которые говорят о том, что они себя идентифицируют с евреями. Это не такой простой вопрос. В чем эта идентификация? И поверьте мне, она не выражается ни в циците, ни в цвелине, ни в талите. И даже в кипе не выражается. И в сердце она тоже не выражается. Она выражается в каких-то внешних вещах. Она выражается во внешних вещах как части вашего поведения по отношению к своему народу. к своему народу. К своему народу. Это не внешний народ. Все нормально, галилюя. Я похож на вас издалека. Понимаете, о чем я говорю? Это часть, которую вы можете себе задать, когда вы выйдете отсюда и пойдете домой. А в чем, вот то, что я сказал, я идентифицирую себя со своим народом, в чем эта часть? В чем моя часть этой идентификации? В чем я себя отождествил с евреем? Хороший вопрос. Достаточно серьезный. Не поверхностный. И для служителей, которые имеют отношение к мессианскому движению, это не праздный вопрос. Понятно, да? Гнетучая мовчанка. Все стали такие резко серьезные. Я же сказал, подумать после того, как вы выйдете. Сейчас не надо, расслабьтесь, не думайте, зачем это? Оттого вот таких мыслей морщины могут появиться. Кому это надо? Особенно сестры, не думайте сильно. Вам тяжелее себя всего будет идентифицировать. Итак, приходи на всех, к кому вы... Что, моя шутка дошла? Хорошо. Вот те, кто засмеялся, они вам расскажут. Все, хорошо, продолжим. Итак, то место, куда евреи приносили свои жертвы, было общим местом, где каждый из народа имел свою часть. То место, куда евреи приносили жертвы, это был мюшкан, каждый из народа имел свою часть. Исход 35 глава, 21 стих. Исход 35, 21. И приходили всех, которых влекло к тому сердце, и всех, которых располагал дух, и приносили приношение Господу для устроения скинг и собраний, и всех потребностей ее для священных одежд. Переходили все, которые хотели прийти, которые располагали сердце свое, и которых влек дух. 35, 26. И все женщины, которых влекло сердце, умевшие прясть, пряли козью шерсть. 35, 29. И все мужья и жены, и сынов израильных, которых влекло сердце, принесли на всякое дело, которое Господь через Моше повелел сделать, приносили добровольный дар Господу. 36 глава, 2 стих. «И призывал Моше, веселило, аголило, и всех мудрых сердцем, которых Господь дал мудрость, и всех, коих влекло сердце, приступить к работе и работать». Все это было основано на чем? На желании сердца. Надо сказать, уже понятно, у тех ребят желание было очевидным и невероятно сильным. особенно после событий в 32 главе, когда там немного... Что сделали? Не знаете, что в 32 главе было? А? Да, зарезали там немного. Немного. После этого их начало влечь. Просто невероятно сильным образом. Я не знаю, может сегодня надо кого-то зарезать, чтобы начало влечь остальных. Это была шутка. А, лучше я понял, не надо хорошо. Меня? Я понял хорошо. Итак. Стоит сказать, что ребята решили жертвовать. И причем жертвовали как надо. И судя по всему, у них было что? И многие сказали, ну, послушайте, ну, у них же было, а у нас что? Да. Ну, я вам скажу, что у них уже меньше осталось. Потому что первый раз они сделали кого? Золотого тельца. И говорят, он, кстати, был не вот такого размера. Говорят, он здоровый был. То есть, золото они потратили как надо. И здесь, собственно говоря, был второй сбор. и они начали что делать? И они начали собирать. И начали они собирать. И тогда пришли все мудрые сердцем. Оказывается, это были не просто их влекло сердце, а они еще были какие? Мудрые сердцем. И пришли они, которые производили работы для святилища, каждая от своей работы, которую, кто занимался, и сказали, Маше, говоря, народ много приносит. Что делает? Много приносит. То есть, их это как-то, ну, задевало. Говорят, много приносит. Кстати, больше, нежели потребно для работы. Приносит больше, чем нужно. и приказал Маше, и объявлено было, встань, чтобы ни мужчина, ни женщина не делали ничего для приношения в освятилище. Нормально, да? Я вот сегодня в общинах и церквях слышу только призывы к пожертвованию. Ни разу не встречал такого, чтобы именно вышел раввин или пастор и сказал, так, перестали приносить. Сколько можно? Достаточно! Уже хватит! Прекращайте! Вы такое встречали? Наверное, потому что никого перед этим не резали. Или что-то с нашими сердцами, не совсем они мудрые. Понятно, о чем я говорю? Окей, да? И так, мешкан, это был частью каждого человека, который был мудрым сердцем, который приносил и жертву. и сердца, они были расположены к тому, чтобы жертвовать. И Бог, обращаясь и говоря о высшей жертве Аллах, говорит о том, что, ну, собственно говоря, если хотите, если хотите, то вы имеете такую возможность, это привилегия, недоступная многим людям на сегодня, возможность жертвовать. зная о том, что это будет принято. Итак, жертва была добровольной, вне зависимости от обстоятельств. Руководствовав с только внутренним желанием жертвоваться, чувством благодарности, мог принести человек жертву. пообещать он мог в любой момент, потом просто выполнить свое обещание, таки принеся. Дальше говорится о том, что жертва, она должна была быть какой-то. Мы будем смотреть на то, какой она должна была быть. За исключением птичек, это был домашнее животное. Домашнее животное. То, на чем человек что делал? Трудился. То, что не досталось человеку даром. То, что человеку не досталось даром. первая параллелепоменон, 21 глава, 21-25 стих. Первая параллелепоменон, 21 глава, с 21 по 25 стих. И пришел Давид к Орне. И пришел Давид к Орне. Орна взглянул, увил Давида, вышел из гумна и поклонился Давиду лицом до земли. И сказал Давид Орне, отдай мне место под гумном. Я построю на нем жертвенник Господу, за настоящую цену отдай мне его, чтобы прекратилось истребление народа. И сказал Орна Давиду, возьми себе. Пусть сделает господин мой царь что ему угодно. Вот я отдаю волов во всесожжение и молотильное оружие на дрова и пшеницу на приношение. Все это отдаю даром. И сказал царь Давид Орне, нет, не хочу купить у тебя, я хочу купить у тебя за настоящую цену, ибо я не стану приносить твоей собственности Господу и не буду приносить во всесожжение взятого даром. И дал Давид Орне за это место 600 сикина из серебра. Вопрос. Давид в общем-то мог взять и мы знаем другую историю царя, который захотел иметь виноградник. Он его имел. И он имел его даже тогда, когда тот не согласился его продать. Знаем эту историю, да? Жена была умная, говорит, мы договоримся с ним за даром. И забрали. Правда, этого пришлось убить. Итак, что-то произошло в жизни всего народа. И пришел Давид и говорит, послушай, я хочу на этом месте что-то построить. Он говорит, встроено с дороги. царь, какие проблемы? Ничего не надо, забирай. Все, я даю. И больше того, я дам все необходимое для того, чтобы ты мог это сделать. Но Давид говорит, извини, я не хочу принести моему Богу то, что досталось мне даром. И он говорит, послушай, давайте, знаете, люди иногда делают такую вещь, ну, не принято там дарить ножи или собак. Да? Знаете, да? Примета народная такая. Тоже нельзя. Ни в коем случае. Ни в коем случае нельзя. То есть все пропало, если подарили, все пропало. И что тогда человек делает? Он берет какую-то каждый раз, когда начинается вопрос, связанный с суевериями, какое-то оживление нездоровое в аудитории. Обрезание ножей, приметы это все. Итак, что делают люди? Они знают, что нельзя, поэтому они берут что? Монетку. Монетку. Маленькую какую-то мелкую монетку, да? Вроде как бы и не подарил, потому что сделал, я заплатил. А не ваши сколько? Заплатил? Считается, заплатил. Обошли. То есть, ну обдурили бесов, короче. Примета не состоялась, заплатили. Но что говорит Давид? Я хочу заплатить настоящую цену. Я не хочу какую-то цену заплатить меньше, чем оно стоит. Я хочу заплатить настоящую цену. И как это ни странно, в Слове Божьем отмечается, какую цену заплатил Давид. Когда Авраам покупал землю для того, чтобы похоронить цару? Покупал он ее? Ему сказали что? Он говорит, послушай, что для тебя и для меня это? Что? Это какие-то большие деньги для нас с тобой? послушай нас господин наш, ты князь Божий посреди нас и в лучшем из нас погребальных мест похорони умершую твою. Никто из нас не откажет тебе в погребальном месте для погребения умершей твоей. Авраам стал и поклонился народу земли той сыном и говорил Авраам сказал если вы согласны чтобы я похоронил умершую мою послушайте меня попросите за меня Ефрона сына Цахуга чтобы он отдал мне пещеру Махпелу которую у него на конце поля чтобы за довольную цену отдал мне посреди вас собственность для погребения нет господин мой послушайте мне я даю тебе поле и пещеру которая на нем даю тебе перед ночами сынов народа моего даю тебе похорони умершую твою Авраам поклонился перед народом земли и говорил Ефрон вслух народа земли той и сказал если послушаешь я даю тебе поле серебро я даю тебе за поле серебро возьми у меня похорони там умершую Ефрон отвечал Авраам и сказал господин послушай меня земля что это похорони авраам выслушал и отвесил серебро то есть люди которые знали бога они понимали что ну нельзя брать то что им нужно не заплатив настоящую еще больше чем тот сказал понимаете да иногда мы любим что-то брать даром это нормально благословение она обогащает и печали не приносит мы говорим не об этом но мы говорим о том что мой дар богу он не может достаться для меня даром он мне не говорит что в отношениях с внешними людьми я должен поступать таким образом беря у них что-то даром с внешними людьми мы должны платить настоящую настоящую цену и когда мы платим даже больше чем они просят они удивляются понятно да что-то знал давид и при всем при том что мы платим эту цену всевышнего не интересует размер или сумма приносимой нами жертва для одних это был крупный скот для других мелкий для третьих это было горница и все это считалось жертвой всесожжение размер не имел значения за этим прервемся на пирог и